Всем здравствуйте! Вы смотрите интервью дня на телеканале Катунь24. Меня зовут Антон Скаль. Оттолкнемся от даты в календаре. 4 октября – Всемирный день животных. И сегодня у нас есть уникальная возможность пообщаться с директором Сейлюгемского национального парка Маликовым Денисом Григорьевичем. У нас гостя, Денис Григорьевич, здравствуйте. Очень редко бываете в Барнауле, и так совпало, что и нашли время в том числе заглянуть к нам. Сейлюгемский национальный парк был создан в 2000… Вы меня поправляете, это то, что я помню. В 2010 году находится он в Кошагачи, если территориально в 118 тысяч гектаров площадь граничит с Монголией. В чем уникальность? Давайте объясним нашим зрителям. Ну, причиной нашего создания была охрана двух уникальных видов. Это Алтайский горный баран, Аргалий и Снежный барс. Редчайшие виды для фауны нашей страны. Да, фауны всего мира. Это краснокнижные… Да, можно сказать, даже всего мира, да. Еще, если говорить про особенность национального парка, плотность населения там один человек, менее одного человека на один квадратный километр. Это так или нет? Да, честно говоря, затрудняется, надо будет проверить. Официальные цифры говорят о том, что как раз именно заселяемость национального парка менее одного человека на один квадратный километр. У нас люди на территории парка не живут, у нас нет населенных пунктов. Но у нас есть скотоводы на территории, несколько скотоводческих стоянок. Если говорить про Кошагач, Кошагачские степи в том числе, что это в основном, это горные массивы или нет? Кошагачский район, он разный. Там есть и тайга, и обрывистые скалы, и в то же время есть Чуйская степь, которая действительно степь высокогорная, он разнообразен. Очень интересный район. Денис Григорьевич, у нас вот показывают на экране вот как раз барсы, уникальные кадры. Да, это наши кадры. Косули или кто это проходил? Это были козероги, сибирские горные козлы. Это, кстати, основной объект охоты снежного барса. То есть такое естественное кормление. Кормление у них, а? Да, да, да. Если говорить про флору и фауну, вот помимо вышеперечисленного, помимо козерогов, помимо горных баранов, помимо барсов, кто есть, кто представлен в флоре и фауне? Ну, из интересных это, наверное, еще кот Ману, которого он всегда так в тени держится, снежного барса, если так можно сказать. Но вот у нас он тоже обитает. Интересная дикая кошка, маленькая, он чем-то похож на домашнего кота, чуть может быть крупнее. Но у нас он тоже есть, он тоже редок. Иногда он подвержен эпизаотиям. Иногда он почти исчезает. Объясните сейчас русским языком. Это такая кошка, считается, одна из диких кошек, у которых слабый, один из самых слабых иммунитетов. Поэтому она часто подвержена болезням. Именно вот этот вот вид. И иногда они исчезают почти полностью, потом появляются вновь. Вот они на территории нашего парка тоже обитают. И как бы тоже занимаемся их изучением. Иногда они попадаются и в наши фотоловушки, тоже видео. Очень интересные животные. Я вот бывал в своей журналистской практике в национальных парках. И там есть и кормушки, есть и фотоловушки. И вот у вас территория довольно-таки большая, 118 тысяч гектаров. Есть какие-то кормовые площадки для животных? И сколько фотоловушек вообще по всему парку установлено? И как часто обход егерями, смотрителями производится? Ну, начну с последнего вопроса. Вообще сейчас специфика охраны снежного барса, на которой мы делаем акцент, такова, что охране нашей необходимо все время находиться в местах обитания снежного барса. К сожалению, это так. Почему к сожалению? Потому что стоит только чуть ослабить, как говорится. И браконьеры. Да, браконьеры моментально этим пользуются. Поэтому охрана у нас ежедневная и постоянная. У нас одна оперативная группа сменяет другую. И это непрерывный процесс. Сколько человек трудится в национальном парке? Ну, у нас всего 50 человек в штатах. Этого достаточно на такую площадь или нет? Да, ну, хотелось бы больше, скажем так. У нас есть необходимость в создании еще одной оперативной группы. У нас есть несколько оперативных групп. Вот еще бы одна нам не мешала. Сейчас над этим работаем. Если говорить про браконьерство, приграничная территория, ограничить с Монголией, браконьеры откуда? Республика Алтай, Алтайский край, может быть, это граждане? Да, этот процесс, он такой многогранный. Есть, когда местные жители браконьерничают, бывает такое. Бывают и приезжают гости региона, как сами браконьерничают, так и совместно с местными жителями гости. То есть, это такой процесс. Стреляют ради мяса, ради трофеев. Барс страдает из-за петель, которые ставятся на кабаргу. Кабаргу используют в мускус кабарги, в основном, в народной медицине, в Китае, в Южной Корее. И барс страдает из-за этого. То есть, это такой очень-очень сложный процесс многогранный. Правильно я понимаю, что с 2014 года ведется учет как раз популяции барсов и горных баранов. Вот как раз на книжных, и если говорить на сегодняшний день, 2020 год, сколько насчитывается? Ну, вы проговорили, в 2010 году было подписано постановление о создании нашего парка. Но фактически мы работать начали в 2013. В 2014 у нас уже была создана более-менее материальная база, материально-техническая. Мы начали работать в 2014 году примерно. Начали расставлять первые фотоловушки. Сначала у нас там не особо получалось, скажем так, потому что требуется навык определенный. Ну, наверное, с 2014 года уже на постоянной основе какая-то сеть фотоловушек стояла. Сейчас мы ее расширили. У нас в среднем где-то около 60 камер стоит. Это как в границах национального парка, так и за его пределами. Везде, где обитает снежный барс. И мы ее постоянно проверяем, обслуживаем. Как бы так. Еще вопрос какой был? А если говорить про популяцию, сколько сейчас насчитывается? Ну, вот по последним учетам, которые мы проводили, значит, получается, в феврале этого года, мы насчитали 37 снежных барсов. По сравнению с 2013 годом увеличилась семья барсов? Да, тенденция есть. У нас в республике Алтай на территории нашего национального парка получается сейчас единственный жизнеспособный очаг, к сожалению, обитания снежного барса остался. Это бассейн реки Аргут, где у нас самый большой участок расположен. Там 17 особей. И там есть самки, которые измножаются ежегодно. Снежный барс, самка приносит потомство раз в два года. Но вот мы постоянно на протяжении вот нескольких лет уже наблюдаем о том, что они приносят котят один, два, как бы там благополучно. Давайте объясним нашим зрителям. В принципе, это на поверхности, в принципе, это очевидно. Сохранение как раз популяции снежных барсов, сохранение краснокнижных животных для будущих поколений, чтобы наши дети, потомки застали, чтобы они смогли насладиться их естественной среде обитания. Вот о значимости как раз и почему вот эта работа, которую вы проделываете ежедневно, она необходима? Ну, к сожалению, так вот все сложилось, что без создания не только касаемо снежного барса, без создания особо охраняемых природных территорий, может быть, в стране, да и в мире, наверное, уже некоторые уникальные уголки природы не сохранить. Не хватает, может быть, отдельной просто сознательности граждан. Нужны жесткие меры зачастую и обосабливаются территории, на которые запрещается те или иные вид деятельности. Поэтому, конечно, необходимо создавать особо охраняемые природные территории, необходимо охранять. Особенно, что касается снежного барса, ведь это уникальный вид, это интересный. На мой взгляд, я еще в школе, когда учился, у меня была, скажем так, тяга к естественным наукам, и мне снежный барс уже тогда казался. Почему уникальный? С чем отличается от других представителей семейства кошачьих? Про него, когда говорят, это все самое. Это самая высокогорная кошка, самая редкая, самая скрытная, ну и, на мой взгляд, самая красивая из всех диких. Ну, характерный вот этот белый пятнистый окрас, присущий бело-серый. Да, у него пропорции тела интересные, у него очень длинный хвост, если, может быть, смотрели видео. У нас есть кадры с фотоловушки, пускай они такие мимолетные, но все же посмотреть, увидеть, естественно, среди обитания, пускай они фоном у нас идут на экране и продолжать. У него очень длинный хвост такой, он использует его для балансирования, он вообще отличный скалолаз, и ему вот этот длинный хвост помогает. Уникальная у него совершенно окраска, которая его маскирует на камнях и на скалах, просто отлично. И его почему очень трудно заметить? Мы, ведь у нас даже в нашем коллективе есть люди, я в том числе, которые никогда его не видели вживую. Серьезно? Да. Это вопрос, который у меня таился, а вот видели? Да, нет, не видел, все время только по фотоловушкам. У нас только там два или три человека, которые его видели вот с начала работы, с 2013 года. Но я знаю специалистов, которые занимаются и больше, и до сих пор его еще не видели. Это очень скрытный код, и очень благодаря своей окраске на него можно просто наступить и не заметить. И он никогда не убегает от человека, у него нет такого панического страха перед человеком. Он всегда либо затаивается из рассказов очевидцев, он затаивается и ждет, просто смотрит на человека и ждет, когда он пройдет мимо. Чаще всего это происходит вот так, и он не убегает. Когда бы он бежал, можно было бы увидеть какое-то движение там, но он не убегает. Поэтому очень редко его встретить, очень скрытный код. И главная особенность как раз в вашей работе – это сохранить как раз популяцию, в том числе и снежных барсов, и тех животных. Да, да, это наша главная задача. И Алтайского горного барана, говоря вот о численности, когда мы начинали работать, его было порядка 400 у нас на территории на сопредельных участках. Сейчас его полторы тысячи за эти года, то есть произошло увеличение. И сейчас вот группировка Алтайского горного барана у нас, она как бы, ну она не вызывает опасения. Если мы все продолжим делать и работать в том ключе, как сейчас есть. Денис Григорьевич, вам большое спасибо за эту беседу, большое спасибо за вашу работу. Вы смотрели интервью дня на телеканале Катунь-24. Оставайтесь с нами. Спасибо за внимание. Продолжение следует...